Сегодня с 7 утра голосование за кандидатов в депутаты Мажелиса парламента и Маслехата всех уровней проходит на 10 тысячах избирательных участках. Из них 66 участков открыты в представительствах нашей страны в 53 иностранных государствах. В Казахстане в списке избирателей включено практически 12 миллионов человек. Электорат проявляет высокую гражданскую активность. Свой голос за будущее страны отдал и глава государства Касымжомар Токаев. Все подробности в следующем материале. Выборы депутатов Мажелиса парламента и Маслехатов в главном городе страны проходят на 283 участках. Из них 240 открытые, остальные расположены на объектах закрытого типа. Впервые в истории страны депутаты Маслехатов избираются только по партийным спискам. Отечественные и зарубежные эксперты отмечают, что выборы в Маслехаты проходят по принципу равноправия. И это, несомненно, говорит о соответствии политической системы Казахстана современным требованиям. Мне приятно видеть, что в нашей братской стране, Казахстане, как раз наблюдение за выборами происходит в полном масштабе. Это непартийное наблюдение, что очень важно, потому что непартийные наблюдатели, они, конечно, пользуются большим доверием, поскольку они не связаны ни с одной из партий. У них нет здесь каких-то собственных личных интересов. В день всеобщего голосования президент Республики Казахстан Касымжомар Токаев пришел на избирательный участок номер 58, расположенный в столичном дворце школьников, и сделал свой выбор. Выборы проходят хорошо. Вижу, что народ активно голосует. Общая активность очень высокая. Поэтому я думаю, что выборы будут честными и результативными. Мы голосуем за будущее Казахстана, за будущее нашего народа. В парламенте должна быть широкомасштабная дискуссия о будущем нашей страны, о судьбе нашего народа. Свой голос за выбранных кандидатов отдал и Ельбасы Нурсултан Назарбаев. Первый президент отметил, что голосовал за единство и спокойствие страны. Этот год, год 30-летия нашей независимости, за прошедших 30 лет немало сделано, и вы это хорошо знаете. Благодаря тому, что мы были сплоченные, мы были вместе, целеустремленные, мы немалого добились. Самое главное, мы создали основу государства. Мы голосуем за наше будущее, за наше процветание, за улучшение жизни казахстанцев. Стоит отметить, что пандемия не стала помехой для проведения выборов. Соблюдая все санитарные нормы, казахстанцы проявили активную гражданскую позицию и сделали свой выбор в пользу будущего страны. Надежда Белова, Азиза Газис-Кызы, Ринат Утеев, телеканал ЖПСО. Президент Казахстана Касым Жумар Тукаев сообщил, что правительство по закону должно уйти в отставку. Что касается правительства, то оно по нашему законодательству должно уйти в отставку. Я в скором времени после завершения выборов пойду в парламент с тем, чтобы проконсультироваться с руководителями фракции перед новым составом депутатов по кандидатурам как премьер-министра, так и членов правительства. Касым Жумар Тукаев, президент Республики Казахстан. Алматинская область демонстрирует высокую явку избирателей. По информации обл. избиркома, 4 часа дня уже проголосовали 43% життисусцев. Свой выбор сделал и Аким области Аманды Кваталов. Наталья Хоменко продолжит тему. Из 2 миллионов 73 тысяч жителей области право участвовать в выборах имеют почти полтора миллиона. 130 тысяч – талдыкурганцы. Кстати, областной центр с первых часов голосования показал высокую явку электората. В первой половине дня уже проголосовали свыше 45% избирателей. Поспешил сделать свой выбор и Аким области. Аманды Кваталов вместе с супругой посетили 974-й избирательный участок Талдыкургана. В числе первых на избирательные участки пришли ветераны. За их плечами тяготы становления независимого государства. Рассвет и перспективы развития Казахстана. Что такое правильный выбор? В первую очередь за мир, стабильность и процветание. Они знают не понаслышке. А потому, несмотря на почетный возраст, поспешили собственноручно поставить заветную галочку в избирательном бюллетене. Мне уже 80 лет. И я с 18 лет ни разу не пропустил ни одни выборы. Нынешние выборы особенные для нашей страны. Ведь от участия каждого из нас в голосовании зависит наше будущее. Это наше право и наша обязанность. Несмотря на возраст, я принял участие в них и как наблюдатель. Сюда я пришел, чтобы отдать свой голос. Поэтому я призываю всех граждан проявить свою активную гражданскую позицию и проголосовать. Высокую активность проявила и молодежь. Для них нынешние выборы – особая 30-процентная квота по качественному составу кандидатов для женщин и молодежи. Отныне закреплена указом президента. Это не просто особое доверие молодым и прогрессивным, но и большой шанс сделать что-то большее для своей страны. Свои силы поверили и представительницы прекрасной половины человечества. Квота для женщин, уверены они, станет новым витком развития всей политической системы. На самом деле это очень правильная политика нашего государства, нашего главы государства, что предусмотрена 30-процентная квота абсолютно для женщин на всех уровнях. Я считаю, что женщины сделают очень много и на уровне областных, городских, районных масляхатов, в мажоресе парламента. Женщины же сами по себе не очень трудолюбивые, очень миролюбивые, очень толерантные. Я считаю, чем больше будет женщин в правительстве и вообще во всех органах власти, я думаю, больше будет порядка в нашей стране. Ну, я думаю, каждый человек, каждый гражданин должен сделать свой выбор. Моя вот семья вся, папа проголосовала, с утра пришел, мы с мамой вот подошли, сейчас голосуем. Брат, конечно, в другом городе, но он отдельно голосует. Политическая модернизация, развитие многопартийности и расширение гражданского участия в политической жизни страны. Все это станет ответом на современные вызовы, с которыми сегодня столкнулся Казахстан. А потому нынешние выборы не просто показатель политической стабильности в стране, но и важный шаг в сторону демократизации, уже отметили международные эксперты. Наталья Хоменко, Жаслан Ченгинжинов, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. Для обеспечения честных выборов на каждом избирательном участке работают уполномоченные лица, следящие за соблюдением требований закона. Как они соблюдаются в Капшагайском районе, расскажет наш корреспондент Рустам Аралбаев. Рустам, приветствую. Приветствую, пана. Для любых выборов соблюдение закона – это гарант честности и справедливости. На этом избирательном участке работают шесть членов избирательной комиссии. В общей сложности по региону работают 248 доверенных лиц, следящих за тем, чтобы все нормы закона соблюдались неукоснительно. 74% из которых уже имели опыт проведения выборов. В Капшагайском регионе проживают более 60 тысяч человек. Почти 46 тысяч определены в качестве избирателей. Одним из таких является Доран Сейдахметов, занимающийся предпринимательской деятельностью. Будучи директором крупного туробъекта, он внес большой вклад в развитие своего региона. Активную гражданскую позицию он проявляет и сейчас, решив прийти на выборы и отдать свой голос ради политического роста региона. Прежде всего, почему я пришел голосовать, это, конечно же, за будущее своего Казахстана. Каждый гражданин должен начинать именно с себя, я считаю, потому что каждый человек ответственно берет именно с самого себя. Поэтому я, как гражданин Республики Казахстан, как молодой предприниматель, всегда беру, начинаю с себя. Поэтому пришел именно голосовать со своей семьей за ту партию, которую я считаю нужна, которая будет развивать и развиваться Казахстан будет. Около 75% жителей города Капшига и пригородов определены в качестве избирателей. Для возможности проголосовать для них работают 33 открытых избирательных участка и 4 закрытых, предназначенных для военнослужащих, находящихся на лечении людей и других, кто в силу определенных обстоятельств не может явиться сам. «Выборы идут согласно закону Республики Казахстан, спокойно, организованно. И на данное время никаких нарушений на избирательном участке не зафиксировано. Здесь все партии представляют наблюдателей, присутствуют. И вот сейчас заходят избиратели, проходят, бюллетени берут и идут голосовать. Четко и организованно проходят выборы». Многие избиратели уже успели отдать свой голос за своих фаворитов в политическом состязании и теперь с нетерпением ждут объявления результатов. Напомним, отдать свой голос можно до 8 вечера сегодняшнего дня. На этом у меня все. Пана. Да, спасибо, Рустам. Не остались в стороне от значимой даты в истории страны и отдаленные районы Алматинской области. Граждане голосуют также в Панфиловском, Алакольском и Балхашском районах. Нельзя не отметить должный уровень подготовленности избирательных участков. В Панфиловском районе явка очень высокая. Голосовать приходят как люди старшего поколения, так и молодежь. Всего в этот день открылись 74 избирательных участка. Все санитарные нормы соблюдены. Стоит отметить, что более 600 человек приграничного района изъявили желание голосовать из дома. А в целом право голоса имеют около 87 тысяч граждан. Сегодня большой праздник. Каждый казахстанец должен исполнить свой гражданский долг. Что сделала и я. Надеюсь, что будущее страны окажется в надежных руках. Жители Алакольского района также вносят свою лепту в политическую жизнь страны. Для населения в более чем 70 тысяч человек подготовили 54 избирательных участка. Все члены комиссии и наблюдатели прошли ПЦР-тестирование. А каждые два часа проводится дезинфекция. Сегодня проходят выборы в депутаты Мажелиса парламента и Маслехаты. Я, как молодой специалист, понимаю, что будущее в наших руках. Поэтому ответственно подошла к этому делу и исполнила свой гражданский долг. Несмотря на то, что сегодня выходной на избирательных участках Балхарского района довольно оживленно, сегодня своим конституционным правом воспользуются около 20 тысяч избирателей на 22 участках. Алексей Цой при содействии Пресс-служб районных акиматов. Следите за событиями с мест голосования в наших последующих эфирах. Встретимся в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова